доброго времени суток приветствую вас на канале personal experience сегодня у нас очередной обзор и на обзоре у нас детские смарт часы vonlex gw100 так в комплектацию входит мы уже их скрывали сами часы они пластиковые имеется силиконовый такой вот ремешок на обратной стороне датчик снятия с руки также есть qr-код опознавания позже я расскажу для чего он нужен также в коробке имеется usb кабель для зарядки часов и соответственно небольшая брошюра здесь в принципе что нам нужно будет это qr-код при помощи которого можно скачать приложение приложение которым управляются эти самые часы вот эти мы просто сканируем при помощи так посмотрим и вот как вы видите открывается страница и соответственно вы можете скачать приложение для андроида или для айфона здесь программа называется c-трекер есть первая и вторая версия но конечно если есть вторая лучше скачать вторую мы это уже сделали эта программа у меня имеется на телефоне настройка данного приложения вообще это очень простой процесс то есть просто загружаете его создаете аккаунт и на каждых часах снизу есть свой уникальный qr-код вы сканируете этим приложением часы вернее это тот qr-код который находится непосредственно на часах и этим самым часы добавляются в это приложение сохраняете и можете дать название я назвал каждые часы именем ребенка чтобы было удобно да и вот таким вот образом очень легко начать так сказать следить за нахождением часов в том или ином месте так давайте начнем с самих часов часы имеют экран сенсорный вот это нижняя область нужна для того чтобы как бы принимать какие то решения то есть ответить не ответить позвонить также просто по простым движениям пальцев можно перемещать значит имеющиеся функции и соответственно здесь имеются два слота первый слот это для зарядки он резиновый заглушка резиновая открывается вот таким образом вставляется сюда этот кабель можно через USB зарядить часы также имеется слот с обратной стороны для сим-карты открывать не буду в принципе все ясно сим-карта размера среднего то есть это не тот размер который используется в айфонах и не самый большой то есть средний размер сим-карты обычная сим-карта для мобильного телефона вставляется в этот слот для того чтобы часы работали нам необходимо чтобы на балансе были мегабайты интернета и соответственно звонки то есть чтобы можно было принимать и звонить с этих часов есть единственная кнопка сбоку которая одновременно является кнопкой SOS также можно включить или выключить меню давайте сейчас я подробно поговорю о самом приложении потому что все остальные операции выполняются при помощи вот этой программы которая установлена уже на телефон у меня в данный момент два аккаунта двое часов зафиксированы в телефоне также вы можете добавить сюда несколько пользователей то есть допустим если осуществляете семейный контроль за ребенком то есть если папа мама бабушка дедушка или кто-то из близких то можно добавить несколько аккаунтов часы часы обладают телефонной книжкой часов через мобильный телефон родителя можно записать до 15 номеров ребенок сможет звонить на эти 15 номеров просто выбором через телефонную книжку в часах в часах вот здесь видите контакты через эти контакты он выбирает уже готовые 15 номера в которые родители зафиксировали ребенок может выбрать и нажать кнопку позвонить и набрать номер голосовые сообщения можно общаться с детьми при помощи голосовых сообщений то есть ребенок может нажав кнопку отправить родителям голосовые сообщения родители могут также ответить или голосовым сообщением или же письменно но ребенок письменно ответить не может ребенок также здесь есть звонок можно перезвонить в Ω 그것 если ребенок будет совершен определенный звонок и соответственно он ответит и можно будет пообщаться но это будет происходить через громкую связь соответственно все будут слышать о чем идет разговор есть имеется карта мы находимся сейчас в Баку поэтому карта Баку и на карте указывается местоположение там есть соответственно погрешность в пределах 20-30 метров но соответственно местоположение указывается также можно установить фотографию ребенка на профиль свою фотографию на свой профиль тоже это сделать возможно есть функция здоровья здесь можно установить шагомер, калории то есть чтобы часы измеряли эти параметры также есть функция сообщений то есть здесь у нас сообщения которые были приняты в течение определенного времени когда то есть есть сообщения которые управляются родителям то есть допустим в данном случае есть у нас допустим низкий заряд аккумулятора приходит сообщение родителю что на часах осталось мало зарядки надо поставить на зарядку также есть датчик снятия я вам показывал а если ребенок снимает часы с руки то сообщение приходит родителю что часы сняты с руки и соответственно родители уже бывают информированы установка будильника то есть можно установить будильник в 3 параметра то есть используется один я его установил проверял все работает отлично так как часы тоже устанавливаются поощрение то есть если сердечки можно отправлять ребенку в сердечки то есть и соответственно поощрять ребенка этим но я честно говоря не понял до конца эту функцию номер SOS то есть SOS номера сюда в это поле записываются номера на которые будет отправлен сообщение SOS если ребенку понадобится помощь то есть ребенок просто нажимает на эту кнопку боковую и отправляется сообщение SOS на те номера которые вы спишите в это поле режим работы диалокации то есть диалокация у нас работает в нормальном режиме каждые 10 минут то есть диалокация проверяется каждые 10 минут режим экономии энергии каждый час то есть диалокация обновляется каждый час режим слежения каждую минуту то есть диалокация меняется каждую минуту то есть для чего это нужно если вы ставите как у меня нормальный режим каждые 10 минут то этим вы экономите батарейку то есть часы разряжаются гораздо медленнее но у вас информация обновляется каждые 10 минут чем чаще будет обновляться информация тем соответственно и зарядка на часах будет разряжаться быстрее следующее меню у нас идет режим оповещения оповещения бывают нескольких видов то есть вибрация и звонок только звонок, только вибрация или полностью выключить это касается часов можно безшумный режим поставить, можно с мелодией то есть это по выбору родителя можно поменять обратный звонок это очень удобная функция то есть что это такое то есть в любое время родитель может просто сюда вписывается номер телефона на который будет произведен обратный звонок когда вы нажимаете сюда то есть звонок поступает на часы часы перезванивают вам но ребенок об этом не знает и вы в любое время можете прослушать где находится ваш ребенок что говорит кто говорит то есть это своего рода слежение за детьми за ребенком в какой-то любой момент когда вы позвоните на эти часы то есть но в это время как бы звонок будет уже оплачиваться с сим-карты ребенка то есть как бы потому что получается что он вам перезвонил хотя решение принимаете вы сами то есть спишутся деньги с сим-карты часов члены семьи это я вам говорил здесь у нас указываются вы можете добавить несколько членов семьи кроме себя то есть есть один администратор и другие как бы уже дополнительные члены семьи которые также могут мониторить за часами наблюдать не беспокоить можно выбрать здесь вот периоды когда вы не хотите чтобы ребенка беспокоили то есть может когда он находится в школе или какие-то другие периоды то есть здесь можно просто например вот здесь видите да время три раза периода можно выбрать так смс уведомления смс уведомления это значит те смс уведомления которые вы хотите знать то есть у меня например включены все это снятие с руки значит зарядка когда уже подходит к концу то есть все это приходит мне на телефон я уже проинформирован и соответственно принимаю решения необходимые здесь LBS это режим связи то есть можно по Wi-Fi или по LBS то есть у меня FUJON LBS режим друзья можно добавить соединить несколько часов в режиме друзья и детям смогут общаться через это вот меню здесь на часах есть вот дружить через это меню они смогут общаться друг с другом своими сообщениями также датчик снятия с руки у меня он установлен найти часы вы можете также найти по аналогии с телефонами найти телефон также здесь можно найти часы в любое время то есть на карте телефонная книга то что я уже говорил с вами до этого то есть здесь до 15 номеров можно записать назначить имя это вообще делать очень легко потому что если у вас эти номера есть в ВК телефоны то есть не надо заново набирать все эти цифры настройка переключателя это не знаю что это автоматический ответ этим я не пользовался язык языки здесь у нас есть очень большой выбор языков соответственно я выбрал русский у нас есть почти европейские языки украинский турецкий польский на любой вкус часовой пояс соответственно выбирается часовой пояс соответственно часы автоматически настраивают время по этому часовому поясу можно удаленно выключить часы но если вы выключите часы то включить их сможет только тот кто держит их в руках то есть включаются они непосредственно от нажатия белой кнопки клавиши сбоку поэтому только выключение удаленного нет и соответственно удаленный перезапуск можно перезагрузить часы если вы видите может быть случился какой-то сбой и вам нужно перезагрузить часы вы сможете это сделать удаленно так давайте сейчас протестируем вместе с вами данные часы я сейчас передам их детям и соответственно мы произведем контрольный звонок и вы сами все это увидите ой папа звонит алло привет эминочка привет папа как дела хорошо вот аптечка здравствуйте пока спасибо ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока 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 пока